Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! Это внеплановое обновление ситуации по рынкам, которое я не планировал снимать. Я сразу же говорю, никакой политики, геополитики и прочего. Мой канал не об этом, я говорю только о финансовых рынках, криптовалюте и событиях, которые могут на них повлиять. Сегодня вышли большие новости касаемо моей родной страны Украины и не менее родной страны России, где я вырос. Я думаю, что эти события часть пазла и причина, почему европейские, российские и криптовалютные рынки сегодня упали. Ведь биткоин сегодня падал ниже 33 тысяч долларов и практически стремился к этой зеленой среднескользящей, о которой мы говорили немного раньше. Это та самая вторая линия поддержки после этой красной скользящей. Итак, что же только что случилось и что это значит для рынков? Госдепартамент призывает граждан США в Украине покинуть страну из-за известной причины. Государственный департамент также приказал членам семей сотрудников посольства в Киеве покинуть страну из-за ухудшения условий безопасности. Я следил за этой историей некоторое время. Не хочу говорить про наращивание каких-либо сил у чих-то границ, но важным событием для мировых рынков стала встреча российской и американской сторон, посвященная деэскалации ситуации. Правда, не очень-то и получилось. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил в пятницу своему российскому коллеге, что Кремль может снять напряженность и снизить опасения. Встреча между Блинкеном и министром иностранных дел России состоялась после того, как западные официальные лица, в том числе президент Джо Байден, заявили, что ожидают, что Москва начнет вторжение в Украину. Разведка США сообщила, что Россия может нанести ухудшение в течение месяца. Так, еще раз напоминаю, я не выражаю здесь какие-то политические мысли или выводы, этим пусть занимаются специалисты. Мы здесь говорим только о последствиях для финансовых рынков. Геополитика не мое поле деятельности. Итак, пока я пишу сценарий к этому видео, европейские рынки тонут в Красном море. Падает абсолютно все. DEX, FTSE, CAC и другие рынки тоже падают. Даже STOX-600 также падает сегодня, причем достаточно резко. Если ты не знал, то STOX-600 это индекс, как S&P 500 в Соединенных Штатах. Только в него входит 600 крупнейших европейских, а не американских компаний. Российский фондовый рынок также последовал за европейским, и Мосбиржа рухнула даже побольше, чем европейские рынки. Центробанк даже решил приостановить покупку валюты на неопределенные сроки за падение рубля. Криптовалюты также теряют сегодня от 6 до 20% стоимости. Биткоин падал ниже 33 тысяч долларов, эфириум – 2 200. Binance Coin 338 долларов, Cardano меньше доллара, Solano – 80 долларов. Если мы изучим историю поведения рынков перед потенциальными конфликтами или большими событиями, то поймем, что обычно такие распродажи происходят перед началом конфликта или события. Рынки очень не любят неопределенности, обычно не успокаиваются, пока какое-то событие, которое они долго ждут, наконец не произойдет. Многие инвесторы думают, что рынком будет еще хуже, когда конфликт произойдет. Но обычно рынки уже закладывают в цены активов страхи перед этим конфликтом, и когда он происходит, рынок уже не так сильно штормит. Мы видели это на примере биткоина очень часто. Но, к сожалению, мы видим не только напряжение между Россией и Украиной. Мы видим, как весь мир глобально напрягается. Столица Объединенных Арабских Эмиратов снова пережила неприятные события. Госдепартамент опубликовал предупреждение. Это случается уже не первый раз в этом месяце, и на фоне этого нефть бренд достигла 7-летнего пика. И как вишенка на торте, напряжение между Китаем и Тайванем растет. Что это значит для рынков? Мир сейчас полон источников неопределенности, чего инвесторы вообще не любят. Кроме этого, напряжения только растут, а страны становятся все более авторитарными. Все эти события повлияли даже на фьючерсные рынки, которые сегодня покраснели. При том, что недавно были зелеными. Но теперь участники рынка ставят на понижение после сегодняшних американских заявлений. Хедж-фонды неплохо стригут своих овец, давая им сначала фальшивый рост, а затем обваливая рынок снова. Ну а я рассматриваю все это как отличные возможности. Самые большие деньги зарабатываются на таких падениях. Огромный крах и не менее огромное терпение приносят большие плоды в будущем. Это мартовский крах биткоина в 2020 году с 10,5 тысяч долларов до 3200 долларов. Сколько же тогда было неопределенности на рынках? Сколько страха все продавали как могли? Но если бы ты использовал эту возможность, то сейчас сделал бы 765% спустя 2 года. Даже несмотря на то, что биткоин уже потерял 50% своей стоимости. То же самое касается Теслы, например. Вот это падение в 2020 году напугало абсолютно всех. Все продавали и бежали. Но те, кто использовал эту возможность, сегодня получили огромную прибыль. Еще больше чем на биткоине, 1145%. Вау. На этом все ребята, меня зовут богатейший Ди. Подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»